Данжон Крау Стоун Суп 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 Данжон Крау Данжон Крау Стоун Суп Потому что в рукопашной он вообще никакой, здоровья у него просто нету фактически И брони у него нету, то есть я не могу ни тельняшку одеть, ни шлем на него одеть Минотавр, допустим, шлем не сможет одеть, потому что у него рога Он просто не может на рога нацепить шлем Это вам не какая-то ерунда, где, знаете, все носят одно и то же обмундирование Несмотря на свою комплекцию и так далее Можно играть с лепреконом, который очень маленький Он тоже не сможет одеть большинство вещей Он скажет, что вещь слишком большая, это логично И именно этого ждешь от RPG И вот этих мелочей, которые я могу сейчас перечислить И здесь просто тьма тьмущая Я всех не смогу даже перечислить Потому что, чтобы в эту игру играть, нужно знать там 150 гайдов Все как работает, потому что, ну, иначе вы не пройдете, я уже сказал Но я всего этого не знаю, потому что я поиграл достаточно мало на самом деле К моему разочарованию, может быть, к моей радости Не знаю, но поиграл не очень много я в эту игру Кстати, у меня она очень давно лежала По-моему, даже на телефоне или на планшете Есть версия под Android Где она выглядит, в принципе, логично Потому что управление-то простенькое Но играется не очень удобно, я могу сказать Мне не особо понравилось на тачскринах играть в это Потому что, ну, неудобно, просто-напросто неудобно Тем не менее, это возможно То есть, ну, серьезно, это не та игра, в которой я буду сидеть в туалете И, знаете, там выдавливать из себя кирпичи, чтобы пройти очередную локацию Потому что все очень сложно Вот, и за Сминогой геймплей отличается Потому что у меня мало здоровья И, в принципе, серьезный противник То есть, играя за один класс, один противник для вас будет неприятен Допустим, вы играете за кого-нибудь берсеркера Который всех рубит дубиной И тут, бац, появляется противник, который очень сильно уворачивается Или у него иммунитет вообще к физическим атакам Ну, там, практически иммунитет И все, вы сели в лужу А играя, допустим, за волшебника Вы можете сесть в лужу против хорошего чувака с физическим уроном Которого вы подпустили каким-то образом к себе И он вас с одного удара убил То есть, так делать не надо И да, я на экране играю очень плохо Потому что я чисто вот забежал, чтобы продемонстрировать вам игрушку Что она из себя представляет А там вы уже сами решите То есть, это не гейт, это не прохождение вовсе Чтобы здесь показывать какие-то скиллы И поэтому не надо писать, что там Серега, ты тут плохо играешь, ты в этом не разбираешься Особенно люди, которые посмотрели видео Сами поиграли три дня А потом вернулись и написали, что Серега плохо разбирается Что очень глупо выглядит И вот сейчас меня убил призрак Лизы То есть, призрак предыдущего персонажа, которому я слился И вот так вот я слился на него опять К сожалению, я не буду, наверное, брать эту игру для прохождения Есть на это основание Которое называется просто-напросто Отсутствие спроса на эту игру То есть, её никто не будет смотреть Так как и многие игры, которые я считаю качественными И классными, и играбельными Они просто не подходят для Ютуба В принципе Потому что Я нашёл один отличный канал В котором есть и Космические Рейнджеры 2 И Тест 4 И Данжин Скроу В общем, отличный канал моей мечты, наверное Для просмотра Там и, кстати, есть и, чёрт возьми Котор 2 прохождения В общем-то, просто всё шикарно Настолько шикарно, насколько это возможно Плюс чувак подходит с делом К съёмкам Очень хардкорно и со знанием Но Знаете, он снимает уже года два, по-моему У него там что-то около 4-х, что ли, тысяч подписчиков И просмотры Настолько на грустном состоянии Что я лично, скажем так, этим заниматься точно не буду Почему? Потому что мне хочется, чтобы То, что я стараюсь То, что я делаю Вот мне нравится что-то рассказывать Вам поясинять, анализировать Там где-то просто фаниться Чтобы людям это тоже нравилось И видеть рост канала Потому что, ребята, это очень обидно Когда, допустим, ты стараешься, стараешься Я трачу на это очень много времени На свой канал На съёмки Чтобы это была не какая-то школьная шляпа А что-то интересненькое Чтобы вам было интересно посмотреть то или иное видео Но заходишь на какой-нибудь канал Там где 70-80-100 тысяч подписчиков Снимают какие-то игры Которые, ну Они просто проходниковые Но зато они мейнстримные На них есть спрос И видео-то какие-то совсем безидейные Автор там ничего не анализирует Ничего не рассказывает Просто какие-то шутки на уровне гениталий И Петросяна Но Которые очень любят аудиторию Зато это набирает там сотни Десятки тысяч просмотров Подписчиков А вот ты сидишь такой стараешься И это набирает там 500 просмотров за видео Подписчики там 100 человек за полгода набираются То это не стимулирует Это не впечатляет Сами понимаете, наверное Хочется, чтобы Вложение сил Оно оправдывалось А если вот так все складывается Очень грустно То спрашивается Зачем ты этим занимаешься в своей жизни Займись чем-то другим, полезным Девушку найди, блин, себе Я не знаю Не сиди в Dungeon Scroll Блин, не задройте ее В Dungeon Scroll Если у тебя не получается В нее задройте Эти люди все равно не смотрят Никто тебя не слушает Вот, поэтому Раст, рейды в Расте Там, робокрафт Все такое прочее Ну а мне игры на самом деле эти нравятся Я бы не стал снимать то, что мне не нравится Но на этом действительно все, ребят Надеюсь, что развлекал не только себя Но и вас Субтитры сделал DimaTorzok